Добрый вечер! Сегодня мы поговорим о долгах наших тяжких и о тех, кто от имени России помогает нам исполнять решения судов. Гость сегодняшней нашей студии, исполняющий обязанности начальника отдела судебных приставов по городу Благовещенску, старший судебный пристав Татьяна Воронкова. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна! Здравствуйте! Первый вопрос. Ваша должность звучит старший судебный пристав. А есть младшие судебные приставы, что ли? Нет, есть судебные приставы исполнителя, которые конкретно исполняют. Старший судебный пристав, он более подразумевает организационную работу. Вы начинали в этой службе с приставов? Начинала с обычных делопроизводителей. Вот так вот. Скажите, вот Новый год стучится в наши двери, скоро тысячи амурчан поедут за границу его отмечать, уже такая традиция стала. Многим грозит стать невыездными в силу тех или иных судебных решений или каких-то долгов, они не смогут пересечь границу Российской Федерации? Ну, если смотреть от общего числа количества наших граждан, то, конечно, нет. Но цифры, скажем так, большие. Если взять полностью Амурскую область, это почти 5,5 тысяч граждан. Чисто из города Благовещенска не смогут выехать почти 2,5 тысячи граждан. Многие из них еще об этом не догадываются. Нет. Постановление об ограничении выезда в обязательном порядке направляется сторонам, и они уведомлены о том, что к ним применяется такая мера принудительного исполнения. Вот смотрите, я грешник. У меня есть штраф. С марта месяца не в установленном месте перешел дорогу. 200 рублей. Меня могут не выпустить? Если вы злостный, уклоняетесь от уплаты, то да. Злостный это как? На протяжении, если с марта месяца к вам применялись все меры принудительного исполнения, вам давался добровольный срок для уплаты этого штрафа, вы скрываетесь от судебного пристава исполнителя, не являетесь на прием, судебный пристав исполнителя может ограничить вам право выезда. Ну вот должны там уведомить, повестку прислать там как-то, если человек злостный, как вы говорите, а вот так с бухты-барахты вот и уже душа дрожит, да, где-нибудь там в каком-нибудь домодедово скажут, извиняйте. Такого не может быть. Как правило, нет. Есть ли какой-то порог, я не знаю, ну 100 рублей человек должен, это же абсурд, а 40 тысяч потратит на новогодний тур, его не выпустят. Есть ли какой-то порог, через, ну, из-за которого уже могут? На сегодняшний день этот порог установлен в размере 5 тысяч, но опять-таки же это, скажем, необязательное условие, то есть и при 10-рублевом штрафе, либо какой-то пени недовзысканной, может быть ограничено. Да юры, с точки зрения закона, копейку должен, можешь не уехать. Совершенно верно. Ну, бывали такие случаи, не знаю, на грани там пародии, когда... Конечно, бывали. Серьезно? Конечно. Людей жалко? Жалко тех, которые, ну, по каким-либо субъективным причинам не смогли это выполнить, то есть не работающие, не имеющие постоянного дохода. Тех, конечно, жалко. Но опять-таки же здесь нужно рассматривать со всех сторон исполнительное производство. Надлежащее уведомление, приходил ли должник, оговаривал свои трудности и так далее. Недавно президент Медведев сказал, что пристал вам добавить полномочий. Каких полномочий вам добавили или хотят добавить? На сегодняшний день очень много новых законопроектов, которые добавят полномочия. Одни из таких полномочий – это выдворение из Российской Федерации по административным штрафам. Расширяет полномочия по розыску граждан и его имущества. И некоторые специфические полномочия, которые касаются исполнительного производства. Но сказать, что данные полномочия расширят больше возможности судебного пристава исполнителя, это покажет уже дальнейшая практика. Скажите, вот сколько у благовещенских приставов лежит неисполненных судебных решений сегодня? Если говорить про Благовещенск, то… Вам легче о чем? Говорить о Благовещенске? Ну, естественно. Потому что Амурская область – это большая область. Но на сегодняшний день в Благовещенске осталось 47%. 47%? Если брать от 100% находящихся на исполнении, если будем говорить о цифрах, то в 2011 году на исполнение поступило 144 тысячи исполнительных документов. И на остатки осталось 40 тысяч. Татьяна Григорьевна, ну это брак Вашей работы, если половина практически решений судов не исполнена. Почему Вы так считаете? Вы не забывайте, что есть двухмесячный срок исполнения. То есть эти исполнительные документы еще не подлежат. И потом двухмесячный срок – это же не пресекательный срок. Исполнительное производство может быть приостановлено в связи, опять-таки, с ограничением выезда за пределы Российской Федерации, которое действует в течение шести месяцев. То есть, понимаем, да, срок сразу увеличивается. Если будем говорить про алименты, это розыск им должника, которым занимается на сегодняшний день наша полиция. То есть, поэтому говорить о том, что это брак, это нельзя, да, так утверждать, потому что более 100 тысяч исполнено, и исполнено в пользу взыскателей. Какие решения суда труднее всего исполнить на практике? Ну, будем говорить, что самые трудные решения – это, скорее всего, выселение и вселение. И я так думаю, что сложновато исполнить кредиторские обязательства и взыскание алиментов. Взыскание алиментов здесь затрагивается как исполнительное производство, как гражданский кодекс, так и семейный кодекс. Поэтому, если стороны в исполнительном производстве не нашли взаимопонимания, то, естественно, взыскание алиментов уже будет сложнее исполнить. – Такое есть, не знаю, в вашей практике или несколько героев-любовников, которые рекордсмены укрываются от алиментов? – Конечно, конечно. Есть такие у нас рекордсмены. У нас есть несколько должников, у которых сумма задолженности превышает 1 миллиона рублей. И исполнить их не представляется возможным по одной простой причине, что либо они находятся в розыске, то есть мы их найти не можем, либо граждане имеют социально низкий уровень. – Вот об одном конкретном случае спрошу. Я писал как-то материал «Средней степени тяжести белый цвет», по-моему, он назывался. Есть такой Алексей Кондратенко, благовещенский, слепой человек. Несколько лет не исполняется решение суда, ему гараж не могут вернуть по решению суда. – В знакомом случае. – Вот что можете сказать? Почему так? – Здесь изначально мы можем сказать, что решение суда не совсем корректное. То есть указан гараж, не указан ни квартал, не указаны ни его какие-то определенные характеристики, в связи с чем исполнение представляется невозможным. На сегодняшний день действия судебного пристава исполнителя в рамках данного исполнительного производства возобновлены и переданы в специализированный отдел, который выделен с 1 июля. – А что такое специализированный отдел? Чем он отличается? – На сегодняшний день, с 1 июля 2011 года, наш город Благовещенск разделен на две категории. То есть это судебные приставы исполнителей по городу Благовещенску, которые исполняют большую массу исполнительных документов, и специализированный отдел, который исполняет особо важные исполнительные документы. Это вот то, о чем мы с вами говорим. Это взыскание, выселение, вселение, неимущественный характер передать, обязать, и взыскание свыше миллиона рублей. – Такой спецназ, грубо говоря, ваш. Понятно. Часто бывает трудно исполнить решение суда чисто в эмоциональном аспекте? – В эмоциональном? Вы знаете, даже иногда 10 рублей трудно исполнить. – Правда? – Конечно. То есть если это гражданин, который абсолютно очень низкий в социальном уровне, не работает, не имеет никакого имущества, не дай бог, если он будет каким-нибудь инвалидом, то естественно эмоционально будет очень сложно исполнить. Не говоря уже о больших крупных суммах, когда должники, и мы знаем, что должники имеют имущество, но официально не зарегистрированное на нем, тоже как бы эмоционально сложно исполнить. Потому что ты вроде как знаешь, но в рамках исполнительного производства… – Может быть у вас за 15 лет работы в службе пристава какой-нибудь случай есть такой, вот прям зарубкой остался на душе, хотя и годы прошли с того времени? – Ну, более, скажем таки, проблематичные исполнительные производства, которые оставляют долгую память в себе, это выселение граждан с места жительства. Особенно выселение, когда имеются несовершеннолетние дети. Когда в решении суда прописано «выселить» без указания, куда выселить. То есть получается, ты выселяешь людей на улицу. – Бывает такое. – И когда, естественно, когда ты отец, мать, у тебя такие же дети, ты им прекрасно понимаешь, что от сумы и чумы нет, как бы… – Не зарекаются на Руси великой. – Не зарекаются, да, то есть может и в отношении тебя быть такое же. Естественно, эмоционально это тяжело. – Вас чаще, не знаю, ругают, матерят, чаем предлагают напоить, как-то благодарят. Вот что в вашей работе больше? Не благодарна эта служба такая с точки зрения… – С точки зрения должников, конечно. – То есть они считают, что вот мы такие нехорошие, мы с них взыскали. – С точки зрения кредиторов вы герои. – Если получается взыскать, то конечно. – Ну больше чего в профессии? – Скорее всего, больше негатива. – Негатива, да? Понятно. – Когда идешь на государственную службу, ты прекрасно понимаешь, куда ты идешь. Поэтому все свои эмоции мы оставляем в себе и мужественно их пытаемся преодолеть. – Получается? – Бывает. – Гость нашей сегодняшней программы была старший судебный пристав по городу Благовещенску Татьяна Воронкова. Мы говорили о долгах, тяжких и не очень, об эмоциях и о том, как трудно или порой не очень их оставить за порогом нашей профессии. Всего самого доброго, здоровья, добра, берегите себя и отдавайте долги. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова